Начинаем нашу передачу в интернете, наш вебинар школы ЕШКО по программе по учебному предмету практическая психология. Зовут меня, как многие знают, Пушкин Александр Анатольевич, я преподаватель ЕШКО курса практической психологии и методов скорочтения и быстрого запоминания. Тема сегодняшнего нашего занятия это сочетание акцентуации характера и темперамента. Я надеюсь, я так думаю, что многие из вас, кто сегодня участвует в нашем занятии, принимали участие также в прошлом нашем вебинаре, на котором мы с вами занимались самодиагностикой, самотестированием своих черт личности с помощью опросника, психодиагностического опросника Леангарда Шмишака, с помощью которого мы выделили в себе некие черты личности некие. У кого-то они были более выражены, у кого-то они были менее выражены, они получили определенные результаты. Поэтому я прошу, если вы имеете где-то записи такие, если вы на бумаге себе записывали результаты или если они сохранены у вас на компьютере, я прошу вас их себе достать и где-то положить их перед глазами, чтобы в процессе нашей работы вы могли подглядывать и делать какие-то выводы от того, то, что подходит ли, то, о чем мы говорим, подходит ли оно к вам, к вашей личности, или оно вам не подходит, или подходит в какой степени. Ну, я думаю, что большинство из тех, кто хотел уже сегодня к нам присоединиться, к нам присоединились, а те же, кто еще опаздывает, задерживается, будут нас догонять уже по ходу нашей работы. Итак, переходим к плану нашего сегодняшнего занятия. Значит, план у нас сегодня, как обычно, простой, будет состоять из трех таких вот пунктов, которые выглядят примерно таким образом. Первый пункт – это проявление акцентуации в личности и в поведении. Второй пункт – сочетание акцентуированных черт характера и темперамента. Третий пункт – рекомендации носителям акцентуированных черт. Ну, я бы еще расширил третий пункт не только рекомендации носителям акцентуированных черт, а рекомендации родителям, как сделать так, чтобы ваш ребенок, даже если он имеет какие-то врожденные задатки, как акцентуациям характера, чтобы эти вот такие вот, скажем так, ростки, которые могут потом дать в жизни этого человека, ребенком могут дать проблемы, чтобы их, ну, как сказать, не дать им этим проблемам расцвести. Вот, ну, всякое в жизни бывает, да. Поэтому лучше знать, как поступать правильно при воспитании детей, вот, чтобы, скажем так, не допускать ошибок по незнанию, за которые потом будет мучительно, горько, наблюдая вот со своим ребенком. Вот, итак, мы с вами сейчас буквально вот тоже для тех, кто участвовал в прошлых вебинарах и для тех, кто не участвовал, мы напомним о том, что такое вообще акцентуации, что такое акцентуации характера, что такое акцентуации темперамента, вот, что такое вообще личность, немножко коснемся, тоже вспомним, что такое личность человека. И дальше пойдем уже разбирать, какие же существуют акцентуации характера и темперамента, какие у этих личностей есть позитивные и сильные стороны, какие есть негативные стороны, слабые стороны, или болевые точки, или как это можно назвать, ахиллесовая пята. И какие-то рекомендации с вами выработаем к окончанию нашего занятия по поводу того, как же нам быть с людьми, с личностями, которые имеют некие обостренные акцентуированные черты. Итак, давайте вспомним, что такое личность. Личность – это понятие такое большое, достаточно многогранное, но в этом понятии личности можно выделить такие важные три важных компонента, как темперамент, характер и направленность личности. Вот темперамент мы с вами тоже уже на предыдущих вебинарах этому делу посвящали свое внимание. Так что темперамент – это свойство личности, которое отражает динамику психической деятельности. А что входит в динамику нашей психической деятельности? Это сила, подвижность нервных процессов в нашей центральной нервной системе. И вот сочетание силы и подвижности этих нервных процессов создают четыре, как известно, типа темперамента, которые мы с вами тоже уже неоднократно разбирали. И мы можем, скажем так, довольно нечасто встретить людей, которые имеют очень ярко выраженный какой-то тип темперамента. Обычно большинство людей имеют какой-то такой, ну, скажем так, довольно средний темперамент. Вот, ну, опять же, да, существуют личности, у которых, например, допустим, сильно выраженный меланхолический темперамент или сильно выраженный холерический темперамент. И мы такую личность, скажем, в общении очень быстро можем определить, да, вот диагностировать, скажем так, на глаз, что вот при сильно выраженных чертах темперамента можем этот темперамент у человека заметить. Далее, характер. Вот мы с вами тоже говорили о том, что характер – это свойство личности, которое является продолжением, является развитием темперамента, типа темперамента человека. Так вот характер, он, скажем так, некие такие вот, скажем, как это назвать, отпечатки в личности, да, вот если говорить о том, что характер – это чеканка, да, в переводе с греческого. Это отражение, отношение человека к самому себе, находят свое отражение в характере к другим людям и к деятельности, ну, в частности, к труду. Вот, мы также тоже можем сказать о том, что характеры бывают, ну, скажем, такие позитивные, или можно их назвать синтонные, такие, значит, гармоничные характеры, да. Люди, которые, скажем так, довольно, ну, легко могут вступать в взаимодействие с другими людьми, люди, допустим, неконфликтные и тому подобное. Есть же характеры, которые мы, скажем так, на бытовом языке называем тяжелыми, да, вот, ну, не будем называть их плохими, потому как, ну, как сказать, не бывает, наверное, плохих характеров, да, вот, просто они бывают для кого-то, они бывают, скажем так, нормальными, легкими, для кого-то они бывают тяжелыми. Ну, вот, любой из нас среди своих знакомых может вспомнить, кому подходит такая вот фраза, как «человек имеет тяжелый характер». Вот это находит, значит, выражение, этой тяжести находится, находится свое выражение во всем, в отношении человека к самому себе и к другим людям и к труду. Дальше. И третья такая фундаментальная, очень важная черта, точнее, группа черт личности – это направленность личности. Тут из самого слова понятно, что это, оно имеет отношение к неким смыслам, да, к мотивации, к мотивации человека, к его, к убеждениям, к идеалам, к мировоззрениям. Вот какие мы с вами можем выделить, что ли, мотивы у личности, которые могут быть, да, вот такие вот, как бы, такие значимые, такие бросающиеся в глаза мотивы могут быть. Ну, допустим, у некоторых людей есть мотив, один из основных мотивов – это самореализация. Вот если мы вспомним гуманистическую психологию и Абрама Маслоу, да, который говорил, что вот у здоровой такой вот гармоничной личности она имеет направленность на самореализацию. Вот это замечательно, если действительно человек имеет направленность на самореализацию, но бывают случаи, когда личность человека имеет направленность, например, на удовольствие, на получение удовольствий любой ценой, можно так вот тоже выразиться. Или, например, на получение власти. Вот с какой целью, ну, это тоже психологи много бились над этим вопросом, для чего человеку нужна власть, для чего некоторые люди стремятся, просто имеют прям патологическую такую жажду к власти. Ну, мы тоже сейчас этого касаться не будем, просто мы должны знать, что это относится к направленности личности. Ну, каждый для себя тоже может попытаться ответить, какая же вот моя, да, вот направленность моей личности, вот на что. Если вы посмотрите объективно на свой образ жизни, на свое любимое занятие, на то, чем бы вы хотели заниматься, например, то из этих, вот из этой информации можно выделить именно понимание вот направленности своей личности. В общем, мы так с вами немножко коснулись, да, понятия личности, вспомнили, кто подзабыл, узнали, кто не знал. Вот, но, коль уж наша тема, сегодняшнее занятие посвящено акцентуациям, нам нужно вспомнить, что такое акцентуация. Значит, понятия акцентуации, характера и темперамента были в свое время введены в обиход Карлом Леангардом, немецким психиатром, который занимался исследованиями на грани, вот, скажем так, на границе, на переходе между психопатологией, вот, то есть, психическими заболеваниями, психическими отклонениями и, значит, на грани здоровой, если так можно сказать, нормальной функционирующей личности. Вот он выделил это такое понятие акцентуации, что означает заострение, то есть, некое заострение некоторых черт, либо в характере, либо в темпераменте. Также и имеют место, и встречаются в жизни сочетания заостренных акцентуированных черт, как характера, так и темперамента, и вот их вместе, такие вот, как бы, составные, сплавные акцентуации. Почему вот акцентуации, они имеют вообще значение, и вообще психология на них обращает внимание? Потому что, я не знаю, так, к счастью или к сожалению, ну, трудно сказать, все мы разные, вот, и у каждого имеются какие-то вот свои особенности, и если бы, вот, допустим, мы были, все люди были бы совершенно одинаковыми, имели бы абсолютно одинаковую нервную систему с совершенно одинаковой динамикой, имели бы совершенно одинаковое отношение к самому себе, к людям, значит, к своим партнерам, к детям, к труду, имели бы совершенно одинаковую направленность, там, я не знаю, там, на что-то одно, на что угодно, то, скорее всего, что человечество бы, наверное, вымерло. Вот почему? Потому что разнообразие, вот, любое разнообразие, оно является гарантией развития, гарантией эволюции, гарантией, ну, как бы, выживания, в том числе, вида. Поэтому акцентуации, некие заострения, неких черт, они тоже являются неким таким вот элементом нормы, нормальной личности. Просто это такие вот характерные яркие штынхи в этой личности, их можно так назвать. Вот мы давайте сейчас посмотрим с вами на вот такую вот диаграмму, я не знаю, будет ли она у вас хорошо видна, но в данном случае просто чтобы вы видели, что есть одно из таких вот символических графических описаний личности. Естественно, это нельзя его считать полностью, это описание таким вот абсолютно исчерпывающим и адекватным, ну, это хотя бы какая-то схема, которую можно применить для понимания вот личности человека. Итак, вот мы видим в центре круга вот такого, который описывает различные черты личности человека, которые могут быть у человека. Есть в центре круга такое понятие, как стабильность или нормативность, да, это как бы тот идеал, которому, вот, идеал личности, вот, который был бы очень бы хорошо, если бы он был у всех. Вот, ну, опять же, говорю, к сожалению или к счастью, этого нет. И все мы разные, все мы имеем какие-то индивидуальные особенности. Вот так вот мы с вами видим, что по горизонтальной линии у нас отложены такие черты, как интроверсия и экстраверсия, в свое время введенные в оборот психологической науки Карлом Густавом Юнгом. Вот, и так, напомню еще раз, что экстраверсия – это направленность личности вовне, на внешние какие-то действия, на внешние стимулы, на социальную активность, на восприятие. Интроверсия, в свою очередь, это несколько вот обратные понятия, это направленность на собственные мысли, на собственные идеи, на собственные ощущения. Вот, и выглядят, вот, в свою очередь, интровертированные личности, как социально-пассивные, то есть, которые не стремятся слишком уж там к какому-то большому кругу общения и к каким-то, значит, таким интересным бурным мероприятиям им интересен свой собственный внутренний мир. Вот, экстраверсия, интроверсия. Вот, дальше еще есть такие полярные свойства, которые можно выявить у личности человека, как, например, тревожность и агрессивность. Тоже мы можем встретить, да, в людях такие черты. Еще пара полярных свойств – это эмотивность или ригидность. Ну, эмотивность – это, значит, такая подвижность эмоций. А ригидность, в свою очередь, это, наоборот, такая вот, как бы, заскорузлость, вот, эмоциональная такая, вот, негибкость такая. Еще пару можно выделить в личности таких черт полярных – это сензитивность или чувствительность и спонтанность. И, то есть, спонтанность – это такая вот непринужденность, такая вот легкость в проявлениях своей личности и своей деятельности. И вот, как бы, этот круг, опять же, повторю, что такая идеальная или нормативная личность – это когда вот эти все черты выражены более или менее, скажем так, равномерно, да. И это такая вот, можно назвать ее стабильная или нормативная или синтонная личность, которая наиболее, ну, скажем так, лучшим образом приспособлена к окружающей нашей действительности. Но действительность такова, что у многих людей есть, опять же, повторюсь, акцентуированные выраженные черты. Эта черта может быть, допустим, выраженная тревожность или выраженная эмотивность, то есть, вот такая вот эмоциональная такая неустойчивость, или выраженная экстраверсия, или выраженная спонтанность, или выраженная агрессивность, или выраженная ригидность, или выраженная интроверсия, или выраженная сензитивность. Вот такие вот черты. Между этими чертами существуют еще такие промежуточные типы, например, типы конформистов, или людей, идущих на компромиссы, или людей, которые любят коммуницировать, то есть общаться, или людей, склонных к лидерству, или людей, склонных, наоборот, к нон-конформизму, то есть к генерированию таких вот очень нестандартных идей, нестандартных действий. Есть люди, у которых выражена конфликтность, есть у людей, у которых выражена резкая индивидуалистичность, есть у людей, у которых выражена зависимость, ну и тому подобное. То есть это можно увидеть на вот этой нашей таблице. То есть примерно понятно, да, о чем идет речь, то есть что акцентуация это выраженность некой черты. Ну теперь давайте посмотрим, какие же бывают, вспомним, кто не знал, узнаем, кто, точнее, вспомним, кто забыл, узнаем, кто не знал, какие же черты, акцентуированные черты выделяются Карлом Леонгардом. Могу еще сказать о том, что типология Леонгардена не единственная, которая существует в психологии, но она такая, скажем, довольно удобная и довольно распространенная. Вот в нашей отечественной науке психологической и в психиатрической, в медицинской распространена также система Личко, вот, которая, она похожа на типологию системы Леонгарда, но имеет тоже некоторые свои вот, ну, свои особенности. Вот кто заинтересуется, может сам посмотреть в интернете вот об этой типологии. Итак, давайте поговорим теперь об акцентуациях. Вот возьмем для начала акцентуацию темперамента, который выделяет Карл Леонгард. Первый тип, он выделяет, это гипертимные личности, у которых большую часть времени приподнятое настроение, которое сочетается с жаждой деятельностью, с повышенной словоохотливостью, то есть с болтливостью, да, тенденция постоянно отклоняться от темы разговора. Вот, ну, подумайте, возможно, вспомните среди своих знакомых людей, которые подходят под такое описание. Вот, такие люди характеризуются большой подвижностью, общительностью, выраженностью невербальных компонентов общения, то есть богатой мимикой, пантомимикой, там, значит, движениями и тому подобное. Везде вносят много шума, стремятся к лидерству. Вот, это одна из черт, значит, гипертимов. Они, как говорится, куда бы они ни ворвались, они везде пытаются возглавить любое движение. Но проблема в том, что они далеко не всегда способны это делать довольно долго и продуктивно. Вот, то есть они, у них есть такое желание вести за собой, но не всегда получается. Вот, они имеют высокий жизненный тонус, хороший аппетит и здоровый сон. Самооценка у таких людей, как правило, немножко завышена. Характеризуется недостаточно серьезным отношением к своим обязанностям. Трудно переносит условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность или вынужденное одиночество. Вот, если, я бы еще раз повторю, что если есть среди вас, ваших знакомых, такие люди, то, я думаю, вы без труда вот их вспомните, слушая или читая вот такую их характеристику. Дальше, следующая акцентуация темперамента, которую выделяет Лиангард, это дистемические личности. То есть это наоборот, их можно еще назвать субдепрессивными. Эти личности отличаются серьезностью, некоторой подавленностью настроения, то есть сниженным фоном настроения чаще, медлительностью, слабостью волевых усилий. Для них характерны пессимистические отношения к будущему, заниженная самооценка, низкая контактность, немногословность. Часто бывают выглядят угрюмыми, заторможенными, склонными фиксироваться на каких-то теневых, неприятных сторонах жизни. В то же время, в то же время, дистемические личности добросовестны, располагают обостренным чувством справедливости. Я тоже думаю, если вы вспомните каких-то своих знакомых, возможно, вы можете назвать какую-то личность, к которой подходит такое описание. Следующая акцентуация темперамента, это эффективно-лоббильные личности, это люди, для которых характерна смена повышенного фона настроения, то есть гипертимической черты, и дистемического состояния, то есть сниженного фона настроения. Иногда без видимых внешних причин. Вот в чем здесь нюанс. То есть у любого человека бывают перепады настроения, от повышенного счастья и радости до печали, но у большинства людей подобные перепады вызваны некими объективными, там, или какими-то субъективными причинами. Вот у эффективно-лоббильных личностей, или циклоидных еще называют, у них подобные перепады происходят совершенно без внешнего какого-то стимула. То есть вот человек, скажем так, несколько дней ходил, светился счастьем, и еще потом несколько дней или несколько недель он ходит, значит, вот в мрачнее тучи. Вот это особенности эффективно-лоббильных и циклоидных личностей. Следующая акцентуация темперамента, это аффективно-экзальтированные личности. Вот таких, такие вот они не очень часто встречаются, но если они встречаются, то их уж, как говорится, не спутаешь. Что же для них характерно? Для них характерна высокая интенсивность темпа нарастания реакций, их внешняя интенсивность, то есть они очень быстро захватываются эмоциями, то есть просто впадают, значит, в восторге или наоборот в отчаяние, очень быстро и очень так ярко и очень картинно. Вот такие люди реагируют более бюрно, чем остальные, легко приходят в восторг от радостных событий и в отчаяние от печальных. Экзальтация чаще всего мотивируется тонкими альтруистическими побуждениями, могут быть привязаны к близким друзьям, радость за них, за их удачей могут быть чрезвычайно сильными, то есть они могут переживать за своих близких людей намного больше, чем переживать за самих себя. До глубины души их могут захватить любовь к искусству, природе, переживания религиозного, значит, толка или религиозного порядка. Ну и думаю тоже, если вы подумаете, то возможно вы сможете вспомнить кого-то из своих близких, своих друзей, может быть даже среди того, что я сейчас вам рассказываю, показываю, может быть даже встретите себя, описание своей личности. Дальше, следующая акцентуация темперамента – это тревожные личности, им свойственно низкая контактность, такое тоже сниженное минорное настроение, пугливость, неуверенность в себе, вот это очень важно, и обидчивость. Дети тревожного типа часто боятся темноты, животных страшатся оставаться одни, причем их очень трудно таких детей, скажем так, переубедить словами, вот они испытывают это вот на таком, этот страх испытывают на таком глубинном уровне. Такие люди, такие дети, сторонятся активных сверстников, испытывают чувство робости и застенчивости. У взрослых представителей данного типа выражено чувство долга и ответственности, высокие моральные и этические требования. Для них характерны робость, покорность, неумение отстоять свою позицию в споре. Вот, тоже такой тип личности тоже существует. Ну, если мы скажем о том, что в заостренном акцентуированном виде вот эти черты выглядят примерно так, если же эти черты получают еще большее обострение в связи с какими-то неблагоприятными воздействиями окружающей действительности, в связи с психологическими травмами, то это может довести состояние тревожности просто до того, что просто парализует деятельность человека. Дальше, следующий тип акцентуации темперамента – это эмотивные личности. Они характеризуются чувствительностью и глубокими реакциями в области тонких эмоций. То есть, если мы с вами возьмем прошлое, вот, просмотренные типы личностей, то там такие, значит, были более какие-то бурные выражения эмоций, да, а эмотивные личности, они способны к очень тонкому восприятию и развлечению эмоций. Ну, например, возьмем какие-то вот такие вот оттенки, например, слащавая лесть, да, или саркастическая лесть. Вот даже я, например, не смогу сходу отличить такие виды эмоциональных состояний, а эмотивные личности могут их отличить запросто, причем даже без слов, просто наблюдая за поведением других людей. Вот, скажем так, из эмотивных личностей могут получаться такие хорошие психологи-исследователи, да, и, например, хорошие писатели могут получаться, которые очень хорошо вот чувствуют, чувствуют тонкие такие самые тонкие струны, душевные струны других людей. Хотя, опять же, нужно сказать, что именно акцентуированная черта эмотивная, она, собственно, для самих этих людей, для самих этих носителей может приносить также некоторые неудобства. Вот, почему? Например, для таких людей характерна эмоциональность, чувствительность, сопереживание людям, отзывчивость, мягкость, сердечность, впечатлительность. Аж до каких-то вот, до неприятных вот ощущений. Такие люди редко вступают в конфликты, обиды носят в себе, не выплескивая наружу. Данному типу свойственны обосудренное тоже чувство долга и исполнительность. Вот, что еще вот, можно сказать, из негативных особенностей эмотивных личностей, что они обиды носят в себе. Если же, вот, всякие обиды носить в себе и их не отреагировать, то, как мы с вами знаем, это может вполне привести к заболеваниям, которые, ну, понятно, что они нам совершенно не нужны. Поэтому обиды, как говорится, нужно как-то отреагировать, как-то нужно из себя, как-то нужно их из себя вот удалять. Так, дальше, следующий тип. Следующий несколько, следующий блок акцентуации, это уже акцентуации характера, которые выделяет Карл Леонгард. Здесь, я думаю, вам уже будет больше таких вот, вы увидите знакомых черт. Итак, акцентуации характера. Это первый тип, который выделяет Леонгард, это демонстративные личности. Чем они характеризуются? Они, как уже очевидно, демонстративностью поведения, живостью, подвижностью, легкостью в установлении контактов, артистизмом. В первую очередь, что необходимо демонстративным личностям, то есть это их, первая их главная потребность, это потребность во внимании. Вот, понятно, да, во внимании. И вот если эта потребность выражена умеренно, это будет один, скажем так, тип акцентуации. Если же эта потребность будет развита неумеренно, то мы будем иметь уже, скажем так, патологическое развитие личности, уже не очень хорошее. Итак, дальше. Эти люди склонны к фантазерству, позерству и притворству. То есть это очень хорошие актеры. Да, обладают повышенной способностью к вытеснению, могут полностью забывать то, о чем знать не желают, и что это может их подталкивать ко лжи. Вот некоторые часто спрашивают, что такое вытеснение. Потому что в психологии это понятие встречается довольно часто, но не совсем понятно, что это. Вот вытеснение в бессознательное, как говорил Фрейд. Вот как это вообще понять? Куда это оно там девается, да, вот это вот вытесненное. Вот многие думают, что вытеснение – это забывание. На самом деле это не забывание. То есть вытесненная информация, которая находится в нашей памяти, в нашем мозге, она не исчезает из мозга, она не забывается. Она просто сознанием игнорируется, то есть не принимается в расчет. Вытесненная информация, вытесненные комплексы, вытесненные эмоции, вытесненные какие-то желания, они есть в нашей памяти, они есть в нашей психике. Но процесс вытеснения заключается в том, что сознание это все не замечает. Дальше. Люди такие могут врать совершенно с невинным лицом, поскольку то, о чем они говорят в данный момент, для них является правдой. Да, они допустим так, то, что им не нравится, они вытеснили моментально. И то, что им нравится, для них является правдой, поэтому они могут быть очень убедительными. Внутренне они не осознают свою ложь, или же осознают без угрызений совести. Ложь-притворство направлен на приукрашивание самих себя. То есть часто эти люди совершенно не хотят каких-то материальных, каких-то для себя выгод. Им нужно во что бы то ни стало оказаться в центре внимания. Вот ими движет жажда постоянного внимания, пусть даже и негативного, к своей особе. Данный тип демонстрирует высокую приспосабливаемость к людям, эмоциональную лоббильность, при отсутствии действительно глубоких чувств и склонность к интригам. Что можно сказать о позитивных и каких-то негативных чертах? Это позитивные черты, которые можно при наличии вот этой акцентуации демонстративной, как их можно развить. Это занимаясь, скажем так, каким-то видами искусства, какого-то такого, значит, сценического, то есть театральное искусство, песни, танцы и тому подобное. Вот такое выражение себя в таких видах искусства для демонстративных личностей – это очень хорошая и полезная форма. В этой форме они могут получать удовольствие от того, что они имеют к себе внимание, приковывают к себе внимание, в то же время давая позитивные какие-то моменты, позитивные эмоции, давая другим людям. Вот это позитив. Но если же эта черта все дальше и дальше обостряется и переходит в некую грань, то формируется, получается, на выходе так называемая истерическая личность. То есть это действительно малоприятные люди уже. Это люди крайне скандальные, крайне склоченные, крайне эгоистичные. Ну, я думаю, вы можете, даже не среди своих знакомых вы таких, если людей даже вы не найдете, то вполне возможно вы можете вспомнить таких людей такого типа, например, среди так называемых звезд шоу-бизнеса. Вот. Там подобные личности, перешедшие черту акцентуации и зашедшие уже в патологию личностную, там таких людей достаточно много. И вот эти люди действительно свои очень ярко выраженные, выпирающие этой вот чертой, демонстративной истерической чертой, способны доставлять много хлопот и неприятностей и окружающим людям, и самим себе. Дальше. Следующий тип акцентуации характера – это педантичные личности. Характеризуются ригидностью, то есть негибкостью, инертностью психических процессов, долгим переживанием травмирующих событий. Что вот нужно сказать об этом типе в первую очередь? Это то, что этот тип совершенно противоположен типу предыдущему, демонстративному типу. Если у демонстративного типа его особенность – это очень быстрое мгновенное вытеснение, то педантичные личности к вытеснению вообще не способны. Следствием из этого есть еще один момент. Если, допустим, демонстративную личность довольно легко загипнотизировать, они подвержены гипнозу, то педантичные личности в принципе не гипнотизируемы вообще. То есть вообще никак. То есть у них вообще нет вытеснения. И с чем это связано? Это связано именно с ригидностью и инертностью психических процессов. Им требуется колоссальное количество усилий для того, чтобы вытолкать куда-то какую-то мысль, какую-то идею, какое-то чувство, которое у них возникло в ходе, скажем так, жизнедеятельности. Они долго переживают травмирующие события. То есть одна из таких вот их важных черт. В конфликт они вступают редко. В то же время сильно реагируют на любые проявления нарушения порядка или когда задевают их права. Пунктуальные, аккуратные, скрупулезные, чистоплотные, добросовестные, усидчиво ориентированные на высокое качество работы и особую аккуратность. Склонны к постоянным частым самопроверкам, сомнениям в правильности выполнения работы и в том числе негативные черта к формализму. Почему к формализму? Так как эти люди постоянно сомневаются, в том, что правильно ли что-то сделано, то они спасаются от своих сомнений в каких-то формальных вот этих вот нормах. То есть если формальные нормы выполнены, значит можно выдохнуть и особо не беспокоиться. Если же какие-то формальные нормы в деятельности не выполняются, это может вызвать у педантичной личности и серьезный такой даже стресс может вызвать. Что нужно сказать? Что черта, вот такая акцентуированная черта, она может даже человеку помогать. Он может быть очень хорошим работником на хорошем счету. Ему можно доверить очень такую вот ответственную работу и нужно быть уверенным в том, что он ее выполнит. Но, если же эта акцентуированная черта развивается дальше, растет и переходит определенную грань, то мы получаем так называемую ананкасную личность. То есть личность, которая не может ни на что решиться, не может довести до конца ни одно дело, измучит и себя, и других сомнениями. И понятно, что ничего хорошего из этого не получится ни для этого человека, ни для его окружающих. Вот поэтому, если, скажем, у человека или у ребенка, у подростка имеются педантичные черты, то нужно пользоваться их позитивными сторонами и в то же время стараться нивелировать негативные, то есть говорить ребенку о том, что он делает правильно, что результаты его деятельности очень позитивны, полезны, и вот хвалить его именно за четко, хорошо выполненную, выполненную работу. Дальше. Следующий тип акцентуации характера это застревающие личности, так называемые. Данный тип характеризуется высоким уровнем задержки аффектов, то есть застреванием эмоций. Такие люди застревают на своих чувствах, мыслях, не могут забыть обид, то есть они крайне злопамятны, инертны в моторике, то есть они не сильно размахивают руками, если можно так выразиться. Склонны к затяжным конфликтам, четко определяют круг своих друзей и врагов, это очень важно. Подозрительны, отличаются мстительностью, проявляют большое упорство в достижении своих целей. Вот. Итак, застревающие личности, у них, если эта черта просто акцентуирована, у них есть и позитивные, и негативные проявления, которые, опять же, позитивные проявления нужно в ребенке, допустим, у подростки, нужно поддерживать. Какие это черты? Это большое упорство. То есть, если у такого ребенка или подростка появляется некая цель, то он может проявлять просто чудеса настойчивости в ее достижении, и это, естественно, очень хорошо. Вот. Но если же эти черты застревающей личности не направлять в позитивное русло, а как бы подвергать их еще негативному воздействию, воспитательному, либо психотравматизирующему воздействию, то мы можем получить личность, которая, когда переходится определенная грань, такая личность уже называется параноидальная. Вот. То есть, личность, которая может нажить себе быстро, нажить врагов, может заниматься как мелкой, так и крупной мстительностью. Вот. И вообще может стать личностью очень-очень неприятной. Вот. Поэтому мы с вами дальше будем говорить о том, что как можно черты этих личностей какие-то улучшать, какие-то нивелировать. Вот. Ну, в общем, примерно понятно, да, что такое застревающие личности. И последний такой тип, который выделяет Карл Леонгард, это возбудимые личности. Для данного типа характерна недостаточная управляемость, ослабление контроля над влечениями и побуждениями, повышенная импульсивность. Иными словами, эти люди не сдержаны, если можно так выразиться. То есть, если им что-то захотелось, они это желают получить, и они это получают, даже если другие возражают. Вот. Для такого типа людей свойственны инстинктивность, следование инстинктивным импульсам, в том числе и сексуальным импульсам, гневливость, нетерпимость, склонность к конфликтам. Одной из важных черт вот этого типа возбудимых личностей, это часто возникающие дисфории, так называемые. То есть, это состояние злобно-тоскливого настроения, которое как бы ничем не вызвано объективным, но это состояние дисфории, это злобно-тоскливое настроение, нужно вернемся к возбудимым личностям, что-то мы с вами на них застряли, ну, это такое дело, технические проблемы, вот, слава богу, что, значит, мы их здесь решили, и все хорошо, продолжаем. Итак, возбудимые личности для данного типа характерны, недостаточная управляемость, ослабление контроля над влечениями и побуждениями, повышенная импульсивность, то есть, как сказать иными словами, то есть, эти люди если чего-то не желают, то они это возьмут, вот, и это вот, их желание не всегда нравится другим людям, естественно, да, вот для такого типа людей свойственна инстинктивность, то есть, следование инстинктом, в том числе и сексуальным инстинктом, гневливость, нетерпимость, склонность к конфликтам, вот, еще раз я повторю, если это пропало, не вошло в, значит, если вы этого не услышали, о том, что для возбудимых личностей характерно переживание так называемых дисфорий, то есть, состояние злобно-тоскливого настроения, причем, возникает оно без видимой причины, и в таком состоянии эти люди хотят все время сорвать это состояние, сорвать эту злость на ком-то, вот, более, как бы, традиционно на более слабом. Отличается низкая контактность в общении, то есть, эти люди имеют малый круг общения, тяжеловесность поступков, замедленность психических процессов, труд и учеба не являются для таких людей привлекательным, они равнодушны к будущему, целиком живут в настоящем, вот это для таких вот инстинктивных личностей, для них существует вот только сейчас, вот только текущий момент, в который можно что-то вот получить, удовлетворить что-то, свои какие-то желания. Повышенная импульсивность гасится с трудом и может быть опасна для окружающих, да, это, значит, в случаях, когда возбудимая личность переходит из акцентуации, переходит в черту и становится так называемой эпилептоидной психопатией, вот тогда такие личности эпилептоидные психопаты, они действительно могут быть опасными, и в первую очередь они опасны даже не для каких-то там незнакомых, чужих людей, они в первую очередь представляют опасность для своих близких, могут быть властными, выбирают для общения наиболее слабых, вот, то есть, такие, скажем так, ключевое слово у возбудимых личностей это желание, удовлетворение желания и удовлетворение желания и удовлетворение желаний власти, вот, то есть, с более сильными они могут быть такими, знаете, с такими слащавыми, да, вот, а с более слабыми они всегда проявляют свою жестокую диктаторскую вот такую вот натуру, Вот возбудимые личности, вот такая акцентуация возбудимая, она является собой одной из самых тяжелых, одной из самых малоприятных для других людей. Но тем не менее, и у этих людей тоже есть некие позитивные черты, они тоже могут быть очень упорными в достижениях определенных целей. И если кто-то им будет помогать, они будут с этим человеком взаимодействовать, и могут даже быть ему благодарны, благодарным. Если же кто-то будет мешать достижению этих целей, они могут их просто смести, этого человека, кто мешает им добиться желаемого. Вот такие вот акцентуированные черты и темпераментов, и характеров бывают, которые выделил для нас с вами Карл Леонгард. Вот сейчас мы с вами еще возьмем и просто пробежимся по таким вот сочетаниям этих типов. Их на самом деле больше, но вот я просто взял для примера тут буквально четыре таких вот типа, смешанных типа. Вот допустим демонстративно-гипертимные личности, да? То есть они соединяют в себе и черты демонстративного типа, то есть желание, внимание. И все это дело еще помножено на совершенно бешеную энергию гипертимной личности. Вот, то есть это человек-фейерверк, это человек-праздник, я бы даже называл его человек-петарда. Вот, с ним может быть весело и хорошо, но только очень ограниченное количество времени. Вот, те же, кто находится с этим человеком в близком контакте постоянно, они, конечно, от такого человека могут очень быстро устать. Вот, есть такое вот сочетание, может быть, даже вы можете даже вспомнить среди своих знакомых таких. Вот, демонстративно-возбудимые, это сочетание демонстративной акцентуации и возбудимой акцентуации. Вот, когда это выходит, скажем так, за пределы уже нормы, даже за пределы акцентуации становится психопатией, то это имеет такое название, как истероэпилептоидная психопатия. Вот, это очень-очень-очень неприятный тип личностей. Это когда истерические черты, вот, желание признания, желание внимания, помножены на черты возбудимые. То есть, когда это внимание человек не получает, вот, ну, он может применить насилие и словесное, и физическое, и может быть очень жесток, и может совершать очень-очень такие вот поступки, которые могут приводить просто в шок других людей. Вот тогда, когда они не получают того, чего бы они хотели, то есть власти и внимания. Вот это такие вот, бывают личности демонстративно возбудимые. Скажем, это действительно очень тяжелый тип обострения характера, с такими людьми очень-очень тяжело. Вот, демонстративно застревающие личности, это люди, которые, вот, имеют черты демонстративные, то есть желание внимания, при этом сочетаются с чертами застревания. Вот, и получается тоже такая вот очень дисгармоничная такая вот личность, которая, с которой тоже очень довольно тяжело, довольно тяжело общаться. Еще один тип, который, ну, можно просто здесь для примера привести, это тревожно-педантичные. Вот, если обе черты выражены очень ярко, то такой личности, такому человеку очень тяжело. Вот, мало того, что он постоянно перепроверяет самого себя, все ли правильно сделано, все ли так, как должно быть, он еще по этому поводу испытывает сильные приступы тревоги. Вот, это, это, как бы, я бы назвал этих людей самыми, может быть, наибольшими страдальцами, вот, имеющих вот такой вот тип, выраженный вот тип акцентуации в своей личности. Вот, ну, и давайте мы, как бы, к завершению перейдем к третьему пункту. Итак, какие же можно назвать рекомендации носителям акцентуированных черт? То есть мы сейчас с вами разбирать не будем, как нам общаться с тем-то типом акцентуации, там, характера или темперамента, или с тем-то типом, как с ним взаимодействовать, то есть это можно посмотреть и в литературе. Вот, и мы просто с вами скажем об основных принципах, которые просто нужно понимать не только психологу, но вообще просто обычному человеку, который часто общается с разными людьми и сталкивается с разными людьми. Вот, касаемо психокоррекционных мероприятий. Так вот, психокоррекционные мероприятия, направленные на личность человека, имеющего акцентуированные черты, то есть акцентуанта, не должны иметь своей целью сглаживание акцентуированной черты. То есть вот это важно. Акцентуированную черту нельзя подавить, ее нельзя сгладить. Вот, это совершенно невозможно. Ее можно направить, скажем так, в более позитивное русло. Основной упор делается на, при психокоррекционной работе, основной упор делается на осознании акцентуанта специфических особенностей своего характера. То есть он должен знать свои сильные и слабые места, особенно должен знать свои слабые места. Свою ахиллесову пяту, в которую другие люди, вольны или невольны, могут нанести этому человеку удар, тем самым приведя его к эмоциональному срыву такого человека. И вот человек, имеющий акцентуацию, он должен знать эту свою ахиллесову пяту и стараться ее беречь во взаимоотношениях с другими людьми. Дальше. Осознание увеличивает широту и гибкость восприятия. То есть когда человек знает о своей такой вот особенности, то он может по своей воле регулировать свое общение, свой круг общения, свою деятельность, какой-то деятельностью участвовать, какой-то деятельностью не участвовать. Дальше. Появляются новые способы анализа ситуации. Соответственно, если человек понимает свои особенности, то он может учитывать это при анализе каких-то ситуаций своих, хоть в жизни обычной, хоть в жизни семейной, хоть в жизни профессиональной. И тем самым у человека повышается вероятность формирования новых способов действий. Ну вот давайте возьмем, просто тоже вспомним парочку каких-то вот моментов из акцентуантов таких вот, что с ними можно делать. Как я уже говорил, что, например, демонстративных детей или подростков, чтобы у них не, их черта не сильно не обострилась, не выродилась, не превратилась в истерическую психопатию, им нужно давать это внимание. То есть путем участия в каких-то кружках художественной самодеятельности, например, да, вот там дети будут получать достаточно внимания и не будут тем самым как бы доставать своих домашних или своих окружающих, своих коллег, значит, своих одноклассников вот каким-то вот таким вот поведением, характерным для истерических личностей, тогда, когда им достаточного внимания где-то еще. Вот, и опять же, они могут развить свои творческие какие-то таланты, получить за это какие-то хорошие бонусы в своей жизни. Вот, например, касаемо педантичных личностей, да, то есть этим можно давать серьезную ответственную работу, но также нужно их за это поощрять, то есть устранять у них сомнения, говорить о том, что то, что они сделали очень хорошо, это все очень правильно, что они как бы самые лучшие исполнители, что то, что им не поручишь, что они сделают лучше всех. Вот такая вот оценка, что ты можешь сделать лучше всех благодаря вот своим определенным чертам, это то, что может вот именно подвигнуть к личность подростка или ребенка, имеющего такую акцентуацию, к позитивному вот такому вот самовыражению. Что касается, например, таких личностей, как возбудимые личности, с ними, конечно, как бы гораздо тяжелее. Вот это действительно самые тяжелые, самые такие вот тяжелые вот тип характера. Им нужно дать возможность иметь над чем-то власть. То есть над кем-то, конечно, власть давать им нежелательно, потому что они как бы вырождаются в деспотов. Но если же им дать над чем-то власть, допустим, над какой-то техникой, то они могут действительно проявить свои лучшие черты. Вот они могут действительно проявить очень серьезное упорство, и быть действительно вот такими, скажем так, надежными работниками, если они имеют хоть какую-то, хоть минимальную власть над кем-то или над чем-то. Ну, лучше, конечно, над чем-то. Так, вот спрашивает Ольга, а измениться человек может? Скажем так, ядро личности человека измениться не может, но он, человек, зная свои особенности, может изменить обстоятельства вокруг себя. Вот, и тем самым проявить свои лучшие качества, присущие определенному типу акцентуации, и нивелировать при этом худшие. Вот, если же человек этих своих особенностей не знает, он не обучен взаимодействию своей личности с другими личностями, или он попадает в очень негативные, очень экстремальные психотравмирующие условия, тогда он попадает в ситуацию эмоционального, психического срыва. Вот, это то, что, которое потом может даже закончиться какими-то заболеваниями, хоть соматическими, хоть психическими. Так, значит, есть еще вопрос. Тип личности с возрастом может меняться? Он меняться совсем не может кардинально. Он может немножко сглаживаться или как-то обостряться, вот, но совсем кардинально, например, личность, явно выраженная демонстративная личность, не может стать с возрастом застревающей личностью. Вот это вот такой вот есть нюанс. То есть, совсем измениться личность кардинально на 180 градусов не может. Так, значит, Анна спрашивает, как с таким человеком жить в семье? А вот Анна, вот этот вопрос уже, к сожалению, мы в рамках вебинара с вами прояснить не можем. Это вопрос, который решается в рамках семейной психологической консультации. Вот, то есть, либо это можно узнать об этом, пойдя к практическому психологу вместе со своим супругом, вот, получить от него консультацию, провести психодиагностику, провести консультацию, либо же найти какие-то ответы на эти вопросы в нашем курсе практической психологии школы Ешка. Вот такая реклама. Ну и давайте, значит, в конце, в конце мы с вами еще упомянем буквально несколько таких важных моментов, которые касаются воспитания ребенка, воспитания детей. Об этих моментах многие могут не знать, но последствия вот таких типов воспитания, о которых мы сейчас с вами упомянем, они могут иметь очень тяжелые последствия для личности воспитываемого ребенка. Поэтому, если вы вдруг, вот сейчас, глядя на этот список этих вот распространенных видов неправильного воспитания, вы вдруг узнаете себя, что вы так себя ведете, то это знак того, что нужно этот вид неправильного воспитания сворачивать, и переходить к более правильному и конструктивному. Итак, какие виды неправильного воспитания могут быть и, в свою очередь, они приводят к обострению, заострению, значит, акцентуации черт характера у ребенка? Это гипопротекция, то есть недостаток опеки и контроля, истинного интереса к делам, значит, чувствам и увлечениям ребенка. Это то, что называется запущенность. Дальше, доминирующая гиперпротекция. Это чрезмерная опека и мелочный контроль. Не приучает к самостоятельности и подавляет чувство ответственности и долга. Вот это, можно сказать, такая мамочка, которая, извините за выражение, вытирает сопли 30-летнему сыночку. Вот это доминирующая гиперпротекция. Дальше, потворствующая гиперпротекция. Это недостаток надзора и некритическое отношение к нарушениям поведения у детей. Это как раз та ситуация, которая называется, когда детей балуют, то есть потакают их любым их желанием, и, соответственно, дети вырастают с такими акцентуациями, могут быть и возбудимые акцентуации, и демонстративные, которые могут достигать черт психопатии. Понятно, что ничего хорошего это не сулит. Дальше, воспитание в культе болезни. Болезнь ребенка, даже незначительное недомогание, предоставляет ребенку особые права и ставит его в центр внимания семьи. Культивируется эгоцентризм и рентные установки. То есть, если ребенок однажды сказал, у меня болит живот, и мамочка кричит, ой, ложись скорее, там и дает ему конфеты и все прочее, то ребенок после двух-трех таких фокусов понимает, что можно разыгрывать из себя больного и получать за это какие-то преимущества, не только от мамы, а последствий и от общества. Опять же, понятно, ничего хорошего для растущей личности это не предвещает. Дальше, эмоциональное отвержение. Это очень плохой, очень тяжелый тип неправильного воспитания, когда ребенок понимает, ощущает, что его не принимают и им тяготятся. То есть, это гораздо хуже, чем когда ребенка не любят. Вот, это отвержение, это хуже даже вот не любви. Дальше, условия жестких взаимоотношений. Это срывание зла на ребенка и на подростке, душевная жестокость. Это понятно, что такое бывает в семьях, где процветают эгоизм между родителями, постоянные скандалы. Вот, ну, я могу сказать, что подобные вещи распространены среди, ну, как бы это выразиться, таких вот низших классов общественных. Вот, ну, к сожалению, среди людей, так, скажем так, имеющих высшее образование, подобное тоже встречается, встречаются подобные эксцессы в жизни. Дальше, условия повышенной эмоциональной ответственности. Это когда на ребенка возлагаются недетские заботы и завышенные ожидания. Вот здесь тоже у ребенка может случиться срыв, когда от него требуют больше, чем способна вынести его развивающаяся психика. Это когда из самых лучших побуждений ребенка нагружают десятками кружков, и в каждом из них требуют наилучших, там самых, там, значит, высших достижений. И в один непрекрасный момент ребенок может просто сорваться, и просто может все рухнуть, вот то, что этот карточный домик, который строили, этот карточный домик ожиданий, который строили родители по отношению к своему ребенку, может рухнуть, вызвав сильнейшее разочарование как у самого ребенка, так и у родителей. Дальше. Противоречивое воспитание. Это тоже очень плохой вид воспитания, который встречается в семьях, там, где есть мамы, папы, бабушки, дедушки. Это несовместимые воспитательные подходы различных членов семьи. Такое воспитание может оказаться особенно травмирующим для любых типов акцентуаций. Ну, какой можно привести пример? Это, значит, мама за что-то поругала, ребенок побежал к бабушке, бабушка погладила по голове и дала конфетку. Вот, папа за что-то поругал, мама кричит на папу, ты бесчувственная скотина, как ты можешь унижать нашего ребенка. Вот в результате такого противоречивого воспитания у ребенка может развиться что угодно, вплоть до невроза и психопатии. Вот когда он не может понять, а как же ему нужно себя вести, вот, чтобы угодить всем. Вот такой вот тип противоречивого воспитания, к сожалению, очень часто распространен в наших семьях. И такой тип воспитания наиболее часто ведет к возникновению акцентуаций и даже неврозов, и даже психопатий у детей, подростков, ну, впоследствии, естественно, у взрослых. Вот, ну, я надеюсь, что вы, посмотрев сегодняшний вебинар, узнали что-то для себя интересное, полезное, что вы, может быть, узнали себя в чем-то, в каких-то описанных типах личности, узнали своих, каких-то вот знакомых, своих родственников. Самое же главное, что я хотел бы пожелать вам, что вот те из вас, дорогие наши участники, кто имеет сейчас детей, в том числе маленьких, чтобы вы были очень внимательны к тому, как вы воспитываете своих детей, были бы очень внимательны к тому, как это делает ваш партнер, ваш супруг, ваши родители, то есть бабушки и дедушки, чтобы ваши действия воспитательные были всегда осознанными, и чтобы, если уж так получилось, что у ребенка в силу каких-то вот генетических вот особенностей возникли обострения, некие обострения, заострения черт характера, чтобы вы, имея эти знания, направили эти обостренные черты характера в позитивное русло, и чтобы ребенок, имея вот эту особенность, мог ею воспользоваться на благо и на успех себя самого. Спасибо большое вам за внимание. Всем всего доброго. До следующих встреч на экранах наших мониторов.